всем привет дорогие друзья сегодня вот наконец-то я взяла себя в руки решила включить запись и начать блог кто может быть заметил такое небольшое отсутствие на ютюбе потому что я одну как так скажем отдыхала я решила ничего не снимать отдыхать и практически сама никого не смотрела потому что я уже сама зритель youtube много лет поэтому что-то надоедает все таки немного хотя мне в принципе не может надо есть потому что youtube это моя теперь жизни как я обнаружила youtube в своей жизни я так его сильно полюбила стала зрителем и потом вот он как бы тоже типа блогера ну я снимаю для того чтобы потом даже для себя пересматривать что поставались мои близкие в кадрах чтобы можно было всегда вернуться в прошлое да и посмотреть или как мы выглядели может быть как мы менялись или как мы старели все-таки нельзя надолго уходить я стараюсь брать себя у руки потому что если чем дольше ты не снимаешь тем желание все так пропадает пропадает и навык теряется как потом ты начинаешь о а что нужно говорить а как тут куда смотреть а как вообще что делать поэтому я решила сильно долго этот момент не оттягивать отдохнула и снова вместе с вами причем сегодня то есть сейчас время уже знаете сколько десять вечера и я только настроилась вот как бы выйти на связь бывают такие моменты когда вроде бы жизни такая однообразная все стабильно одинаково изо дня в день ты ходишь на работу приходишь домой тебе хочется как сказать отдыхать уединиться самим собой может быть даже в какой-то степени в общем побыть в тишине в общем короче говоря вот не включала запись не снимала ничего единственно у меня единственный момент у меня была закупка то чтобы закупка а как бы хмых просто поехали в прошлые выходные в магазин маяк хотя я говорю что мы как бы по сути мы в маяке ничего такого никогда не берем то есть этом беру в основном влажные салфетки по моему там то ли для кота и сколько-то позиции не немного а тут что то вот мы поехали в маяк и по набрали и вкусняшек и просто всякого всякого и я сняла эти продукты вам хотела с ценами в общем показать потому что мне сказали снимая показывая закупку продуктов все это интересного но с ценами я конечно уже на кассе дождалась этот чек потому что иногда бывает же убегаем там а забываем про чек в общем дождалась чек не дали такой вот дайте длиннющий длинный но я не знаю то ли я его положила как-то сверху и когда мы вот в общем выгружали эти продукты из машины и мне кажется что из сумки просто был сильный ветер и сумки этот чек в общем вылетел но больше никак потому что никто его не брал никто не выбрасывал все сказали что мы помним что тебе этот чек нужен я всем сказала что мне чек нужен не вздумайте выбрасывать и поэтому все сказали что никто ничего не выбрасывал но чек куда-то делся в общем мы его потеряли вот единственное что было тот момент когда мы из багажника все это вытаскивали у нас было много пакетов всяких сумок продуктов и возможно и был еще тогда такой сильный ветер какой-то прям прям гудел вертел знаете мусор который бывает что люди не в него не мусорку выбрасываю да там не в урну а на тротуаре поднимался завивался и вот возможно и у нас из пакета в общем этот чек вылетел а я-то не знала что у меня его нет я когда начала снимать сказала что я вам сейчас все напишу все цены все сколько чего стоит в итоге коснулась потом бакси к нет в общем просто получается будут но я вставлю кадры в этот влог что было вот у нас такая покупка таких-то продуктов но извините уже без цен в следующий раз постараюсь быть более внимательной и чек прям вообще был у меня у меня у меня его не потерять вот в принципе вот что мы мы что мы чем занимались пикировали свою рассаду но это и по-моему даже не снимала как бы что еще в принципе ничего такого интересного не было а мы сходили с вовой как-то да на той неделе тоже мы сходили с ним в кафешечку так посидеть после работы да вот я тоже немножко снимала там что мы заказали посидели так и потом пошли домой что у нас еще происходило какие новости у нас значит во дворе стоят машины в общем начну с того что в общем нам пьяный водитель шибанул в нашу машину в общем когда парковался и разбил фару что там еще не разбираюсь особо что там получит и поцарапал что-то разбил фару бампер оторвал и не знаю что то что то там еще сделал короче говоря мы раньше в общем ставили на платную парковку машины потому что у нас две машины да я помню мы даже купили машину с автосалона новенькую у нас было была машина рено а вам не ездил на honda и вот вторая машина у нас стояла на стоянке на платные возле дома окна выходят на стоянку на эту на платную но нам ее задели поцарапали и конечно не знаем кто это что сделал машина была абсолютно новая я говорю что вы прям с автосалоном и и покупали и было обидно что машина стоит я на тот момент я не помню уже на тот момент я выучилась на право в общем у меня право то есть уже много лет тому назад когда я их получил вы уже более там сколько более 10 лет точно у меня есть права на я не когда не ездила самостоятельно сама общем я отучилась причем я прекрасно сдала теорию сдала этот город с первого раза права у меня лежат много лет уже я не езжу и мы тогда подумали что машина стоит ксюшка у нас еще по-моему делай школе что мы продадим машину в общем это продали машину вот и потом у нас стали все ставить во двор еще машины когда у нас во дворе поставили забор ну знаете да сейчас дворы перекрывают в основном все ставят эти заборы то все жильцы стали ставить во дворе машины ну и вот ему уже давненько от платной парковки перешли к тому что мы ставим у себя во дворе привыкли уже что у нас стоят машины во дворе кто мне уже ксюшка стала вы выучилась тоже ксюшки купили машину она мне тоже стала и ксюша ставите его вам не стало это тоже все у нас машины стоят во дворе вот и как-то после работы да я пришла поднялась домой ксюшка у меня пошла мыть пробираться в общем салоне в этом машине в своей вот а потом она мне говорит а мне позвонила и говорит представляешь сейчас говорит пьяный говорит водитель заехал к нам во двор но по-моему даже нашего не здесь живет как бы это не жилец нашего дома говорит стал парковаться и пьяный нам говорит это самое там врезался в нашу машину в стоящую в папину то есть она то как бы своей прибиралась там наводила уборку потом слышит грит собрались люди говорит и по-моему даже ее узнал какой-то мужчина который живет в нашем доме и сказал что вот это же ваша машина вторая ксюшка такая да 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 вот смотрите вот сейчас только что вот пьяные вот так вот вот так вот вот так вот показал ей короче что если что говорит в общем у меня есть видео я говорит подтвержу вам что все это видел как бы своими глазами в общем такая вот у нас немножко неприятность получилось в итоге все разрешилось во уже с работы пришел они там разбирались в общем приехали этого мужчины приехали же приехала жена с мамой этого мужчины женщины пришли за него в общем так скажем отвечать определили сумму размер ущерба общем и в общем договорились на месте так скажем все как бы более-менее прошло спокойно без всяких там судов там беготни и всего прочего в общем все нормально машину мы отдали в ремонт вот в общем вовы должен будет но на днях минут завтра может быть или послезавтра не знаю забрать уже ее вот но в общем вот так вот такая новость у нас произошла что вот пожалуйста вам до машина стоит во дворе и в стоящую машину можно легко умудриться въехать ладно просто вот были тут очевидцы была и тот же ксюшка как раз в этот момент свою машину прибирала то есть вот как бы во время все это засекли ну и слава богу конечно спокойно договорились в общем жена с мама этого мужчины в общем за него быстренько все порешали но конечно это шок что человек вот так вот в таком алкогольном опьянение плюс в руках еще там пиво было дальше продолжая до выпивать вообще может ездить за рулем это не знаю в голове конечно это не укладывается просто это же можно сбить и человека избивает так вот людей как конечно это страсти такие неприятности но в общем вот так у нас тоже получилось такая новость вот но думаю что все сейчас обойдется машину там по заремонтируют все наладится в общем как бы вот что еще на дачу мы еще пока не ездили не ездим потому что у нас домик летний как я уже говорила много раз что домик летний там все равно холодно ночевать нет смысла пока оставаться в общем пока не ездим в общем вот мы привыкли где-то в мае месяце туда вот либо хоть и в майские праздники приезжает начинать ну вот где-то в этом периоде и наверное поедем может быть но муж пораньше сейчас еще в принципе прилидет у нас сейчас погода хорошая очень тепло в эти дни стояла погодка радовала конечно идешь с работы прямо просто красота теплый теплый чуть ли не лето то есть погода конечно хорошая завтра кстати завтра пятница завтра мы после работы с девчонками с коллегами с тем с кем я работаю в общем идем тоже в кафе но наверное я снимать это уже не буду потому что они не в курсе что у меня есть тут свой канал и как бы я снимаю я думаю что ну если я буду их как-то снимать им это тоже не понравится в общем наверное снимать не буду это но в это просто нереально и просто не получится так что вот такие немножко новости не новости не знаю вот какие-то события небольшие какие с нами что тут происходит продолжайте смотреть у меня будет главной роли моего фильма я хочу чтобы я села Продолжение следует... 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 Так, выбрали с Катюхой йогурты. Шоколад, миндаль. Йогурт у нас ест только Ксюша, Катя и я. Вова йогурты не ест, поэтому на троих. Виновый сироп. Вот такой чай. Тоже не пробовала, не знаю. Катюха выбрала яблоко. Ну, креветки, это понятно, что вкусненько. Майонез нам берем, конечно. А вот такая бутылка большая. Бальзам, нежность рук. Катюха взяла на выходные. Вот такие палочки кукурузные, кузя. Чаю. Вафельки. Может быть, там на неделе пригодится тоже. Если выходные никто не встроит на неделе. Карбонат ювелейный. На 301 рубль вытянул кусочек. Да. И вот такой Вова тоже берет. Омский бекон. Кусок вытянула на 285 рублей 77 копеек. Да, тут 756 грамм. Салфетки. Такие детские влажные. Самые дешевые в маяке, потому что больше я нигде не встречала цены дешевле, чем 36 рублей. Яблоко, виноград. Решили вспомнить в детстве. Не знаем, такой ли будет сок по вкусу. Но решили взять вот такую банку трехлитровую. Печеньки. Вот такие. Сейчас покажу, как они называются. Печенье итальянское с цукатами. Не пробовали, не брали. Будем пробовать тоже. И сок тоже никогда не брали. Ну, как бы вот, если только давным-давно в трехлитровой банке. Вот попробуем. Тот же сок остался вкус детства, либо нет. Сок, кстати, яблоко, виноград. Специи чеснок. Чеснок копченый. Перец чесночный. Такая специя для макарон. Болонез. Катами это вообще. Самая классная приправа от этого бренда для рыбы. Рылышек. И вот такая деревенская с луком и чесноком для картофеля. Для крылышек, по-моему, мне тоже понравилось. Я правила, но тут упаковочки прям такие большеватенькие. 52 грамма. То есть они не маленькие пакетики. Классно. Для рыбы. Кетчуп к мясу на углях. Лапшу. Ну, это тоже случай того, что если вдруг не будет какой-то еды. Дальше. Уже обхожу тут стол. Вот такой сыр. Сыра богата в король сыров. 400 грамм, по-моему, да. 400 грамм. Это на салатик мы взяли. На выходные сделаем салатик целью. Крутку. Ну, уксус для диванья. Это скольки процентов? 9, по-моему, я брала. Да, 9-процентные ребрышки. Это чтобы суп парить гороховый. Потом взяла вот такой ананас замороженный. Кстати, давненько... Ну, вообще, я вот не помню. Вот мне раньше, когда... Опять же, в какие-то советские времена, помню, был дефицит. Кто-то когда-то брал вот замороженный ананас. Ну, и то редко. Поэтому вот решила тоже попробовать, что это такое. И вот манго тоже никогда не брали. Тоже решила попробовать манго обороженное. Так, всё. Это вот у нас продукты из маяка. Сейчас разбираем, убираем. И выкладываю то, что купили в магните. Так, ну что. Магазин магнит. Фарш по полкило в каждой мешочке куриный. Так. Это голень куриная. Потом помидорки. Огурчики. Салат айсберг. Сразу качан. Это потому, что будем Цезарь делать в выходные. Вот такой соус для салата Цезаря. Но, хотя я люблю брать приправы от котами. Для Цезаря. Но не было. Вот такую капусту маринованную выбрали. Хлебушек. Курочка. Тут 2 килограмма. Небольшим. В общем, такая тяжеловесная курочка от Троекурова. Дальше вот освежитель для унитаза. Губку Миламиновую мне советовали. Этой губкой оттереть ящик. Что все пятна хорошо стираются. Буду пробовать. Взяла вот такую защиту от окрашивания. В общем, чтобы разные... С разной одежды стирать. У нас у Катюхи есть джемпер, где рукава черные. Сам джемпер белый. Поэтому, чтобы это все как бы не полиняло. Так скажем. Надеюсь, эти штучки нам помогут. Взяла вот такую небольшую ласку восстановления. И попробовать кондиционер для белья от фирмы ГРАС. Для ГРАС. По-моему, ГРАС. Не знаю, тоже не пробовали. Посмотрим, что за поласкатель. Хороший нет. Потом, если что, буду советовать или наоборот критиковать. Все. Вот это все покупки магазина Магнит. Сварили мы креветочки. Они вот такие маленькие. Я, кстати, такие маленькие и люблю. Пробовали большие и крупные. Но вот мелкие. Мне он нравится больше. Как семечки. Сидишь, кушаешь. Немножко таких вот вредностей. Но в то же время и вкусности. Пятницу. Всем отличной пятницы. Друзья, хочу сейчас сказать насчет вот этого манго, который я вчера купила. Замороженные ломтики, называются. А сколько здесь килограмм? Килограмм 275 рублей. В общем, что я хочу сказать. Это очень вкусно. Это очень-очень вкусно. У меня тут ананасики. Но ананасы как-то... Ну, они менее сладшие. И ананасы я менее люблю. Манго. Так как все-таки мы редко покупаем манго. Но манго мне нравится. Вкус манго я обожаю. Смотрите, какие ломтики. Покупала я как-то два манго буквально недавно. Ну, свежие манго в магазине. Они были такие, не сказать, что твердые. Но чаще всего встречаются твердые манго. Но мне попались такие, ну, как бы 50 на 50. Мягкие где-то и где-то твердоватые. Но все равно. В общем, это дорого. Манго у меня... Ну, я попала еще на скидку. Да, были скидки хорошие в пятерочке. И у меня манго вышло одно на 200 там с чем-то рублей. И 230, по-моему. Но есть было нечего. Потому что занимает большую часть косточка. Мы с Катюхой разрезали пополам. И косточка вот как бы убрала. Ну, я убрала косточку. Конечно, обглодала возле косточки. Ну, в половинках уже мало, что как-то было мякоти. В общем, сказать, что ели, что не ели, да. Это все-таки, ну, так скажем, каждый раз не купишь вот эту манго. Тем более, что она попадается не всегда по скидкам. Не всегда свежая. Не всегда мягкая. А вот такие ломтики, они заморожены. И здесь одна мякоть. Вот, смотрите, одна мякоть просто. И здесь килограмм. Сегодня я уже съела штуки, наверное, 4 за день. Я даже... Вот сейчас достала, у меня слюни просто текут. Я даже пробовала такую холодную манго. Ну, как бы потихонечку, как будто бы мороженку ем. Тоже вкусно, но подтает тоже, ну, будет просто вкусно. В общем, слов нет. Одни слюни. Вообще супер. Хочу сейчас попросить снова сгонять до маяка. И купить еще манго. Просто вот хочу, не могу. У меня просто слюнями истекаю. Как это вкусно. В принципе, вместо конфет оно такое сладенькое. И в то же время это все-таки свежие фрукты. Хочу. Вот манго прям хочу. Вот сейчас попрошу, чтобы снова съездить. И купить еще пачку манго. И вот понравился тоже такой сок. Мы взяли яблоко-виноград. Осветленный. Но тоже вкусный. В принципе, понравился. Маночка все пустая. Ну, манго вообще, конечно, сказка просто. Хочу, хочу снова поехать и купить манго. Вот выложишь на тарелочку. И ходишь так в течение дня. Что-то хочешь погрызть, да? Сел перед телевизором. Скушал вкусно. Очень мне понравился такой замороженный манго. Вот сейчас выкладываю опять его, чтобы немножко оттаял. Не был таким холодным. И ананасик. Но ананас мне как-то менее. Но все равно вкусно. И купили еще, въедели в маяк. Снова такую же пачку манго. Одна мякость. Вкусно. Девчонки тоже сказали классную манго. Как я ганки спускаться-то буду? Неудобно. В воскресенье. Катя пошла к подружке на день рождения. Сегодня 2 апреля. Шарики надули. Так, тортик положила все взяла, да? А, и в рюкзаке подарки. Ну-ка, покажи нам подарки. Там уже... Ладно, не буду уже. Все запаковано, все убрано. Ну давай. Там еще ветер есть. А ты без шапки пошла? Давай. Шапку у меня. А шапка в воду себе? Шапку, рюкзак. Ну все, давай, пока. Смотри, чтобы не лопнули они у тебя. А там тебе еще дверь надо открыть же. Внизу-то. Ключи-то ты... Где у тебя они? Ты ключи-то взяла хоть? Да, я не знаю. Тебе же надо еще ключами дверь открыть. Мне нужна рука. Тебе на тортиках аккуратно поставить и открыть это самое, достать. Надо было тебе ключи-то уж поближе приготовить куда. Прошла сейчас с работы, у нас уже светло. Как здорово, когда приходишь с работы домой и на улице еще светло. И причем еще и тепло у нас. Очень тепло. Все идут, можно сказать, на распах. Я смотрю, уже кто-то ветровках. В общем, у нас прям весна-весна, но у нас постоянно перепады. То есть уже завтра опять будет похолодание и не знаю там, как дальше. Ну, я думаю, что все возможно. У нас и снег выпадает, бывает и в мае. Так что мы ко всему привыкли. Сейчас пока радуемся, что тепло на улице. Можно, в принципе, гулять идти. Но я пришла домой. Мне пока не хочется, я прогулялась. Пришла домой сейчас. Пойду, наверное, приготовлю салатик перекусить. Потом приму душ. Ой, присела кот, как обычно, со мной. Ну, вот, наверное, такое видео у меня получилось. Немножко в таком, наверное, беспорядке. Как-то что-то тут немножко, что-то тут кадры какие-то. То есть по чуть-чуть. В общем, что получилось, то получилось в этот раз. Надеюсь, что в следующем влоге будет намного интереснее. Я надеюсь. И увидимся уже в следующих видео. Я буду сейчас готовиться уже ко сну. Всем желаю. Если это у вас тоже вечер. Сладких снов. Пока-пока. Увидимся очень скоро. Все救 Baronка. С водой вашей воли. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok